привет друзья сегодня у нас видео для любителей спиннинга а точнее джига короткое видео скажем так формате рекламы дело в том что пора готовиться к новому летнему сезону закупиться кое-какими товарами и хотелось бы меньше потратить денег естественно я провел кучу времени на алиэкспресс искал силиконовые приманки катушки и спиннинги я искал именно те приманки которыми ловил раньше ну и прикупил что-то новенькое перелопатил алиэкспресс нашел именно то что нужно и за небольшие деньги нашел все что мне нужно покупал ну и оставлял для себя ссылки нут хочу с вами поделиться чтобы вы просто не тратили зря времени не лазили по по сайту а заходили по прямой ссылке и смотрели что то что вам нужно особое внимание я уделил силиконовым приманкам потому что у меня расход с ними получается очень большой ну вот каждую весну я прилично закупаюсь но покупаю не всякую ерунду а уже проверенные гарантированно рабочие приманки никакого сегодня обзора не будет просто покажу чем я закупился и на все товары оставлю ссылки заходите и выбирайте сами что вам нужно набрал силиконов часть уже переселилась в коробке вот так выглядят мои коробки здесь как бы полный комплект на щуку судака и окуня это основная рыба которая у нас водится и чем я ловлю здесь по большей части виброхвосты потому как у нас я ловлю чаще всего на течение из лодки из берега поэтому мне нужно какое-то разнообразие здесь как бы максимум того что мне может пригодиться и точно пригодится на рыбалке здесь ну все здесь релаксики теошки виброхвостики вот товар умки разного размера побольше поменьше вот эти очень классные цвета хорошо работают по судаку тоже обратите на это внимание вот такие есть вот такого цвета они с каким-то фосфорным включением и в темноте они немножко подсвечиваются такие вот воронки тут у меня они в размерах три дюйма три с половиной четыре дюйма вот такая приманочка очень интересная эту я уже здесь часть оснастил овсетниками и двойничками вот такая приманочка я использую как поисковую либо по дороге на место ловли где-то по понравится мне какое-то интересное место я останавливаюсь и вот провожу как бы разведку вот такими на нее ищу реагирует и судак креатурки разные вот смотрите какие вот рачки вот такие беленькие и вот арбузики вот такие это чисто окуневые ну и щука на них берет окунь очень любит вот такие вот вещи ну еще паук у нее я использую червяков разных но они у меня отдельно как бы лежат щучьи и вот три стирки такие вот хорошо реагирует на них щука такие вот в общем разнообразие в общем-то большое в прошлый год вот я для себя открыл вот такую приманочку она у меня в двух цветах довольно таки она страшненько выглядит но вот щука почему-то и очень даже уважает вот такая на как мелкими вот такими щетинками она очень мягкая силикон мягкие это больше как бы на малом течении и на небольшой глубине вот такие хорошо работают и иногда их даже из используют без загрузки вот чисто вот этот силикон без загрузки провожу близко к траве и вот щука очень хорошо на них реагирует ну ладно как бы это не суть важно все на все товары на весь силикон ссылочки в описании будут ну вот еще здесь коробочка девушки у такие маленькие чисто окуневые я их беру сразу побольше расход у них очень большой в пачке количество 50 штук и цена у них какая-то плевая я вот взял две пачки себе на сезон мне этого хватит ну из прошлого года у меня еще остались я вам показываю это для того чтобы вы просто не теряли времени листая на алиэкспресс и разные магазины я вам дам прямые ссылки пожалуйста заходите и смотрите кто-то скажет реклама ну конечно это рекламу что я сам покупаю то то и предлагаю вам обратите внимание на такой момент что не вся китайская резина подходит для рыбалки что я имею ввиду где-то нужно где-то нужен силикон мягкий а где-то наоборот и жесткий вот типа твистерков или вот я вам показывал такие вот вещи здесь нужна мягкая резина это для слабого течения и небольшой глубины нужно нужно мягкий силикон но для ловли на течение и на хорошей глубине нужна жесткая резина вот здесь как раз таким ярким примером являются аварумки вот такие вот такие приманочки слишком мягкие они не работают вот эти вот нужно искать пожить и вообще как сопля и есть тверденькие вот нужно выбирать тверденькие вот как раз вам оставляю ссылки на приманки которые именно рабочие тоже касается разных там релаксе как вот ведь она сейчас возьму без без офсетника ну вот видите в нее рабочий только хвостик сама же резина жесткая вот такая нужна для течения я вот вам как раз показывал именно того производителя чья резина именно подходит для рыбалки не надо набирать всякое барахло я в этих магазинах уже закупаюсь не первый год эти приманки хорошо знаю и не всегда на них ловлю ну вот как то так что касается резины на цвета тоже особо не обращайте внимание выбирайте цвет на на свой вкус какие вам какие вам нравятся потому что здесь никакой гарантии нету здесь главное качество силикона где-то еще раз это повторю где-то он нужен твердый но где-то нужен очень мягкий поэтому покупайте именно то что вам нужно еще раз проговорю что на течение на хорошем течение на глубине хорошо работает вибро хвост и именно из жесткого силикона с небольшой собственной игрой это как бы важный момент и на слабом течение на небольшой глубине лучше подойдут твистера твистера с живым хвостиком либо либо мягкий вибро хвост вот как-то так и купил вот такие вот еще две катушечки дело в том что я мне на халяву никто ничего не присылает я покупаю за свои деньги но в то же время не хочется ловить на китайское барахло а все-таки гораздо приятнее ловить на хорошие снасти и поэтому взял вот такие вот катушки это дайва серии lt катушки легались в двух размерах взял две две с половиной тысячи и четырехтысячная лесочка уже намотана здесь почему и взял эти катушки мало чем отличаются от дорогие от от дорогой дайвы вся схема вся кинематика у них идентичность с дорогими катушками дайва выпустила вот серию lt именно для того чтобы не потерять рынок и эти катушки в общем-то дешевые они стоят в пределах пяти тысячи можно на алиэкспрекс и взять около пяти тысяч и за эти деньги мы получаем хороший надежный аппарат их собирают во вьетнаме китайского и европейского рынка кстати говоря американцы вот берут вот эти катушки очень любят вот эти катушки именно за качество и за их дешевизну как ни странно но хоть американцы и богатый народ но они предпочитают для рыбалки именно дешевые снасти почему я взял именно легались в серии lt их выпущенного по моему четыре модели но вот именно легались по некоторым техническим моментам на мой взгляд лучше всех остальных ну это не обзор я не буду вам рассказывать что именно это отличает их потом буду делать отдельные видео и расскажу с разборкой совсем расскажу об их преимуществах но вот эти катушки классный рабочий инструмент ловить ими одно удовольствие и за небольшую цену мы получаем полноценную японскую катушку да его также ссылочки в описании смотрите купил еще три спиннинга это парадокс от наутилуса от наутилуса у меня уже это третья палочка мне вообще нравится этот производитель хотя все они сделаны в китае ну вот во первых от наутилуса цена-качество хорошая сборка именно спиннинги которыми очень приятно ловить стоят недорого можно не жалеть и работают они великолепно здесь особо мудрить нечего вот чем отличается как раз наутилус у них вот что на бланке написано то действительно и есть вот здесь средний быстрый строй тест от 5 до 28 грамм именно так и есть рассказывать здесь особо ничего не буду будут обзоры именно на воде вместе покидаем грузики и все вам покажу и расскажу но особое внимание я бы хотел обратить на вот такие палочки это максимус аксиом несмотря вот на свою простоту ничего здесь лишнего нету рукоятка обычно его ну вообще-то твердая но она из она тоненькая очень удобно и в общем больше здесь особо вот кроме одной яркой вставки ничего никаких наворотов нету минимализм сплошной минимализм но но почему хочу заострить внимание вот именно на вот этой палочки несмотря вот на низкую цену и на простоту кое ощущение что японцы вместе с американцами собрались днями и ночами изобретали думали и вот выродили вот такую палку на воде она показывает просто удивительные это результаты это палка в размере два метра сорок сантиметров и тестом она от 7 по моему до 35 грамм до от 7 до 35 грамм у нее феноменальная чувствительность она начинает чувствовать вот именно по нижнему тесту 7 грамм я не бросала вот на десяточка на расстоянии вот начиная от метров 35 она отлично показывает но рельеф на все чувствуешь и и прям таки как будто сам руками ведешь по дну это удивительно у меня вот куча разных спиннингов но вот так с такой чувствительность я не видел но 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 максим у максимуса вот аксиома вот эта палочка в двух размерах есть вот как вот это 240 и есть 270 270 она гораздо хуже и по чувствительности и но заброс конечно у них тоже хороший какой-то и кстати говоря вот это это выстреливает просто как ракета 10 грамм вот она без труда закидывает на 70 75 метров причем не вкладываясь ну вот а в размере 270 по чувствительности она уступает вот этой и в общем-то серьезно мне кажется просто у корейцев получилось вот случайно так совпали звезды что у них получилось вот такое вот вот такое удилище ну еще выписал одну палочку от сури но и она полегче тесту не от 5 до до 15 играм и длиною 230 но это удилище уже навороченная там все fuji кольца катушка держатель тоже от fuji высокомодульный карбон но 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 цена у нее тоже небольшая что-то тоже около 5000 она мне еще не пришла вот жду про нее я рассказывать особо не буду потому как сам еще в руках и не держал придет мы с вами на воде тоже протестируем посмотрим что она из себя представляет но по отзывам по отзывам людям нравится ну и как бы я тоже ее рассматривал меня как бы все устраивает интересная удочка все мне сделано по-модному и стоит недорого но вот как-то взял для ловли вот на протоках на стоячей воде вот буду использовать ну там видно будет тоже ссылки я вам оставлю и так друзья я поделился с вами чем закупился нынче и чем буду нынче ловить заходите смотрите выбирайте все ссылки под видео я оставлю пока